Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о первом послании апостола Павла Коринфяна, мы обратимся сейчас к третьей главе. В третьей главе апостол Павел делает некоторый промежуточный вывод из того, что им было сказано выше, в первой и второй главах, где он говорил о том, что на самом деле единственное, важное – это крест Господень, то, что во Христе Иисусе Бог стал человеком и умер на кресте, принял крестную смерть ради нас, людей. Вот это важно, и это и есть то, что Дух Божий открывает нам. И дальше он говорит, если бы вы это понимали, но вы это не понимаете, судя по тому, что между вами зависть, споры, разногласия. И это говорит о том, что не Дух Божий и не свидетельство Духа Божьего движет вами, а какие-то совершенно плотские побуждения. Он говорит о том, что ну вот вы видите, вы говорите там «я Павлов, я Аполосов», забывая о том, что это не Павел и не Аполос, а Христос умер за вас. Значит, ну не плацкели вы, ну и кто вы после этого, как бы говорит апостол в этой ситуации. Что еще здесь можно сказать? Кто Павел, кто Аполос? Только служители, через которых вы уверовали. Но источником веры, источником этого чуда, потому что уверование любого человека, любого Каринфинина в том числе, это всегда чудо. То, что вы уверовали, это Бог сделал. Апостол говорит об этом, потому что для него это очень важно. Для самого Павла важно понимать, что он соработник в деле Божьем, что он участвует в некотором грандиозном труде по спасению людей, который совершает сам Бог. Павел отлично понимает, что это не его Павлов труд, что он здесь, как бы он ставит себя на очень и очень второстепенное место. Но все-таки для него самого это важно, участвует в деле Божьем. Так он видит собственный отклик на призыв Христов. Так он видит собственную верность Богу. Поэтому для него так серьезно то, о чем он говорит, что вы, Божья Нива, это Бог совершает свое строение в вас, а я один из его сработников. И вот дальше апостол Павел останавливается, так сказать, на этой теме строения, того, что Бог строит в жизни каждого человека, отчасти на своем собственном примере, отчасти на примере других христиан. Он говорит, ну вот я по данной мне благодати положил основание, другие строили на нем. И дальше, видите, апостол говорит, в конце концов, там дело же не во мне и не в том, кто потом строил на положенном основании. 11 стих 3 главы чрезвычайно важен. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Вот, может быть, здесь Павлу, наконец, удается сформулировать то, что он пытался сформулировать в первой и второй главах, говоря и о кресте Господнем, говоря о благодати, которая дана нам именно во Христе. Жизнь человека, жизнь христианина, как и жизнь христианской общины тоже, конечно же, строится на одном единственном основании. Это основание – Иисус Христос, тот, кто есть воплотившийся Сын Божий, тот, кто умер за нас на кресте и воскрес. Вот это основание. И ничего другого. Все, что не на этом основании построено, все вранье, все бессмысленное. Апостол Павел, наконец, говорит, ну вот, там, я участвовал в закладке основания, но основание – это Иисус, и больше ничего. Его слова в предыдущей главе я положил, прийти к вам не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого, об этом же самом, что спасение, настоящая жизнь, глубина мудрости, сила поступать по правде – все это на одном единственном основании строится, на основании Иисуса Христа, и притом распятого. И дальше Павел говорит о том, что, ну да, каждый человек на этом основании нечто строит по своим способностям, склонностям, призванию, или, может быть, ошибкам. Каждый, кто что-то строил, каждого дела обнаружится, потому что день Господень покажет, из чего ты там на этом основании строил. Ну и, наверное, да, любая постройка будет несовершенна. Иногда мы настолько немощны, что только горстку соломы на этом основании можем собрать, а иногда воздвигаем целое здание драгоценных камней. Но, Павел говорит, что, во-первых, важно, на каком основании ты строишь, во-вторых, он говорит о дне Господнем, в котором будет как огонь, где проявится, чего на самом деле стоили все наши усилия, то, как мы свою жизнь созидаем, если мы ее созидаем на основании Господа Иисуса Христа, потому что любое другое основание вообще ничего не стоит. Да, но если мы на этом основании как-то свою жизнь строим, ну вот, говорит Павел, в последний день в огне обнаружится, потому что все, наверное, негодное, непрочное выгорит, что-то останется. Много или мало – неважно. Он говорит, каждого дела обнаружится, в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. То есть, собственно, мысль Павла заключается в том, что вот ты на основании Господа Иисуса Христа строишь свою жизнь отчасти правильно, отчасти с ошибками, может быть, с грехами, да что-то ты делаешь неправильно, есть вещи, которые мы не можем осилить, особенно в условиях, когда испытываем на себе серьезные влияния окружающего языческого мира, как жители Коринфа, например. Что-то ты можешь, чего ты не можешь. И вот в последний день то, что было недостойно Бога, оно сгорит, оно исчезнет, оно окажется бесплодным. Если было что-то в жизни такое, что действительно было достойно Бога, что было в его правде, какие-то отношения, какие-то поступки, какой-то труд человеческий, вот оно устоит перед лицом Христа, вот оно сохранится в вечности, а лишь бы это было на основании Господа Иисуса Христа. Вот о чем говорит Павел. Но поразителен в этом смысле 15 стих, где он говорит, да, ну а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. И окажется, что ты ничего не смог построить. Так на основании, которое положено, которое есть Иисус Христос, ты, может быть, пытался что-то строить, а получилась кучка пепла, ничего не осталось, все оказалось в пустую. И что теперь? Вот апостол говорит, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. таким образом в картине, которую видит апостол, важно не то, как много мы ухитрились понастроить, так сказать, всяких разных сложностей, может быть, даже ничего не смогли, вообще ничего не смогли, так и вот пытались все время, терпя поражение. Но если основанием для жизни был Иисус Христос, и ты готов ничего не присваивать и дать огню любви Божьей выжить все ненастоящее, сам спасешься, хотя и как бы из огня. Очень, надо сказать, смутительное для последующих поколений высказывание апостола Павла. У христиан часто возникает желание, я даже не могу сказать, что это соблазн, желание распространить эти слова Павла практически на всех людей. Или иногда кажется, что уж очень он прямо размахнулся в своей проповеди «Милосердие Божьего». И разве может так широко быть? Что же значит, если ты пытался построить свою жизнь и у тебя ничего не вышло, хотя ты вот пытался следовать за Христом, но все время ноги заплетались, да? И все равно спасешься. Кажется нам иногда, что уж это уж прямо чересчур. Но вот Павел говорит так. И нам необходимо это знать. Знать, что он так думает. Может быть в этой жизни затруднительно понять его аргументы и что он сам думал о том, насколько ограничена его точка зрения. Повторяю, для христиан это в течение долгого времени было и, наверное, еще будет предметом споров довольно острых. но все-таки вот такое слово сказано. И в конце третьей главы, вернее, во второй половине третьей главы, апостол свидетельствует примерно о том же самом, но в несколько ином ключе. Он говорит о том, что вот вы храм Божий, Дух Божий живет в вас. В предыдущей главе во второй он говорил о том, что на самом деле способность встретить Бога в распятом Иисусе Христе это дар Духа Божьего. Вот говорит апостол, вы последовали за Христом, значит, вы место присутствия вашей сердца, место присутствия Духа Божьего, вы храм Божий. Если кто разорит, говорит апостол Павел, храм Божий, того покарает Бог, а этот храм вы. Для него храм святыня, которая становится святыней потому, что здесь присутствует Бог. Видите, в первой главе он говорит об имени Иисуса Христа, которое наречено над христианами, поэтому они принадлежат не Павлу, не Аполлосу, не Кифе, а Кресту. Он говорит во второй главе о духе, который рождает в человеческом сердце вот это даже невозможно сказать знание, личную встречу со Христом, с Богом во Христе распятым. И вот здесь в третьей главе он говорит вы это место пребывания духа Божьего, это великая святыня, великая святыня. И поэтому он говорит не хвастайтесь человеками, не от людей происходит ваша жизнь в духе, а от Бога, Павел или Аполлоса или Кифа или жизнь или смерть, все ваше, потому что вы храм духа, потому что вы присутствие самого духа Божьего. Когда вы строите свою жизнь на основании Христа, а не Павла или кого-нибудь еще, вы же Христовы, а Христос Божий, вот это вывод, который делает апостол из всего того, о чем он говорит в третьей главе, вы во Христа уверовали, это Дух Божий даровал вам, это знание Бога в распятом Иисусе, значит, вы Христовы, Христос Божий, все остальное частности, которые будут, конечно, проверены в огне Дня Господнего, но большей частью сгорят. Важно, что основание, на котором все строится, это Христос. Гристос. Важно, что его поднимается, что Продолжение следует...